Попугаи от такой погоды обалдели! Крышу у них снесло, нас заливает, им бедным спрятаться некуда, все мокрые. Что ты ругаешься? Что ты чирикаешь? Ой, орёт, орёт благим матом. Ой, несчастные, ой, несчастные. Куда вы там полетели? Господи! Ой, ребята, нас затопляет! Сегодня, сказали, наш штат побил все рекорды, которые вообще только были в Австралии. Это самый-самый дождливый октябрь в истории Австралии. Заливает, заливает, хоть бери лодку уже, плыви по улице. Ой, несчастный, ой, несчастный, мокрый, голодный, холодный. Так что птиченькам бедным негде спрятаться. А этот какой-то новый. Ой, у него на спинке пятнышки. Может быть, это какой-то ребёночек. Он какой-то весь мохнатенький. И спинка у него красная. Я его не видела раньше. А вообще, ребята, у нас тут на улице происходит пик и ужас. Как я вам и говорила, вороны съели пиков. То, что пики раньше жили вот на этом эвкалипте, вот здесь вот. А потом прилетели вороны и стали пики пропадать. Первым обнаружил крылышко у нас на драйвее. Это Игорь говорит. Потом Джули сказала, ещё одного нашла где-то тут под балконом. Потом голубя съели, перья тут везде валялись по целой улице. И теперь несчастные пики переселились сперва вот на эти два дерева. А потом, по-моему, они улетели сейчас где-то там в парке живут. Пики, которые в живых остались. Вороны, это, ребята, вообще дело серьёзное. Я вам хочу сказать, они тут целую улицу расшугали, расшугали. Я уже даже думала, знаете, что сделать? Думаю, может мне начать подкармливать ворон. Знаете как? Мяском их побаловать. Может, они тогда меньше попугайчиков съедят. А потом, знаете, что может быть? Им так понравится. И они тут вообще тогда поселятся, что их не выгонишь. В общем, это, как говорится, палка о двух концах. Сколько сейчас градусов? Семнадцать. Вот они, вот они. Ух ты, зайца. Ой, 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 ой. Ну. Мокрёные. Что заглядываете? Ой, ну несчастные. Ну несчастные. Что-то смотрят. Что-то смотрят. Ой, тем мой хайоси. Ой, тем мой хайоси, а. Представляете, они же замёрзли. Мокрые все. Иди, идите ко мне домой, посушитесь. Вот это что-то разволновался. Ой. Пики-бой. Ой, ой, пики-бой. Тра-та-та-та-та. Хе-хе-хе. Речка. Не переплы... Не переплыгнешь. Не перепрыгнешь. Нет, когда молодая была уже, ещё бы могла. А сейчас что-то это... Прыгалка сломалась уже. Ребята, кошмар. Просто какой-то кошмар. Наконец-то. Попугаи поумнели. Видите, как они прилетели и спрятались от дождика. Заливает. Это что-то невероятное сегодня. А это... Мой... Жёлтенький. Вот он. У него крылышко с правой стороны. Жёлтое. Его ни с кем не спутаешь. А вот это вот самое хорошее место. Там дождик совсем не попадает. На термометре сидит. Ну, ядрё на корень. Это наши главные новости. Видите, что тут пишут? Что Сидней такого не видел 164 года. И то, что нужно готовиться ещё к худшему. Наводнения где-то в Сиднее уже начались. Я ещё не читала. Понятно. Сиднейская обсерватория зарегистрировала самый мокрый день за 160 лет. До этого он был 2194 миллиметра. Это в 1950 году. И сейчас ещё больше. Это в час дня накапало ещё больше, чем в 1950 году. Ядрит твою за ногу накапало. Тут не то, что капает. Тут уже лодку нужно брать. Попугаи вон только спасаются. Арчи? Арчики? Да несчастные мои птиченьки. Вот они, мои хорошие. Вот та, которая с правой стороны. Она даже разрешает себя чесать. А он нет. Он кусёнок с правой стороны. Вот те, моя хорошая. Те, моя девочка маленькая. Замёрзли, да? Вы замёрзли. Вот те, мои хорошие. Едите? Идите домой погреть. Я вас посушу. Феном посушу. Дамба переполнилась. И начала вода выплёскиваться. Значит, жди опять потопов. Ой-бай. А вот это, ой-бай. Вот это работа. Это почтальон. Ходит, разносит почту. Почту. Там же ведь мокрый весь до нитки. До какой нитки там, не знаю. Сейчас его хоть в центрифугу да выжимай. Это ж кошмар какой-то. Ребят, это ещё ничего. Дождь. Он ледяной. Ледяной. Бывает, знаете, в такой весенний дождик тёплый. А это такое чувство, как будто сейчас снег пойдёт. И у почтальона, мозгов, как у канарейки тоже. Хоть бы взял какой-нибудь плащ одел или зонтик взял. Но не так же мотаться. Продолжение следует.